Сейчас выжимаете сцепление, первая передача. Всё, поехали. Танки-тренажёры – особая гордость завода. В этом цеху идёт ремонт и сборка. В интерактивной машине водитель-новичок обучается управлять боевой техникой. За их действиями следит инструктор и председатель ЗАГС собрания. Владимир Киселёв даже решил опробовать лично эффективность тренажёра, ведь заводчане выполняют госзаказ. Здесь у нас тренажёрный зал, где мы производим ремонт тренажёров. У нас заключён государственный контракт с Министерством обороны на проведение ремонтных работ тренажёров, механиков, водителей. Сборка, испытания и сдача заказчику, военному представительству. Сейчас на Селивановском заводе трудится более 300 человек. Депутатский корпус прошёл по всем цехам предприятия и пообщался с рабочими. Областной делегации показали, как здесь производят продукцию военно-технического назначения. Детали для бронетанковой техники и железной дороги, двигатели для стабилизаторов. Благодаря поддержке губернатора КЭМС и в том числе и его Селивановский завод стал одним из центров импортозамещения. И каждый его работник делает свой вклад в оборону страны. Процесс обработки деталей. Вот такая деталь получается. Эти детали идут на промышленность оборонки. То есть ракетный комплекс также делаем. А это уже Селивановская районная больница. Один из главных вопросов депутатов о кадрах. Здесь укомплектовность с врачами всего 47%. И большинство из них это люди пенсионного возраста. Очень сложный вопрос это кадры. Несмотря на то, что принимаются меры, обеспечиваются жильем, выделяются подъемные, молодежь с большой неохотой едет в наш Селивановский район. Вот в настоящее время нам остро необходимо два врача-педиатра. Привлекать новые рабочие кадры задача первостепенная, уверен глава района. Но кроме комфортного жилья, молодежи необходима и организация досуга. Депутаты ЗАГСобрания проверили, как идет ремонт ДК в Красной Горбатке, который является культурным центром для всего Селивановского района. В творческих коллективах здесь занимаются более 300 человек. Около 170 детей в этом здании обучаются в школе искусств. На концерты в год сюда приходят почти все местные жители. Это здание у нас с 1953 года, и плюс там пристройки, оно никогда капитально не ремонтировалось. У нас были просто текущие, косметические, какие-то, как скажем, прерывные ремонты, когда прорвалась топительная система или потек водопровод, где-то протекает крыша. То есть вот такие выборочные ремонты у нас проводились. Чтобы не допустить закрытия ДК из местного бюджета, было выделено более 2 миллионов рублей на техобследование и проектно-сметную документацию. Основная же помощь пришла из области. По распоряжению Светланы Орловой на капитальный ремонт культурного центра будет потрачено более 50 миллионов рублей. Здесь уже поменяли крышу, сейчас ремонтируют и утепляют фасад здания. Полностью обновят инженерную сеть, освещение, напольное покрытие. Мы должны создавать условия, чтобы молодежи здесь было комфортно не просто жить, а еще активно проводить свой досуг. То есть свободное от работы время. Для этого мы и затеяли реконструкцию нашего районного центра культуры досуга. Традиционно выездной день законодательного собрания завершился встречей Владимира Киселева с местными жителями. Активисты пожаловались на отсутствие в деревнях газа, нормальных дорог и интернета. Все обращения селян спикер областного парламента взял под личный контроль. Например, проблема с интернетом уже решается на федеральном уровне. Мне посчастливилось, наверное, выступить на встрече с Владимиром Владимировичем Путином. Я ему обозначил те вопросы, те проблемы, которые волнуют наших граждан. Мы считаем так, что нужно делать все для деревни. И чтобы досуг был, и чтобы жилье было, и чтобы дороги были хорошие, и чтобы газ был. И чтобы животноводы и механизаторы работали, вернее, жили в нормальных условиях. Но очень важно, чтобы был интернет, чтобы была связь нормальная. И сегодня практически подавляющее большинство жителей деревень, сел, которые были с нами на встрече, они обозначали именно эту проблему. Работы активных жителей сел без внимания законодателей не осталось. Отличники труда, а это старосты деревень, местные депутаты, врачи, учителя, главы сельских поселений были награждены почетными грамотами.